Привет, друзья! Сегодня я вам покажу свой любимый штатив, которым я уже пользуюсь 3 года и я заказал вторую версию. Вот эта версия моя. Мне кажется, что это был один из первых штативов, которые я в целом вообще купил на Алиэкспрессе. У меня их очень много. И при этом он мне до сих пор нравится. Почему? Потому что он складывается и занимает очень мало места. Если я еду в какую-то поездку, то мне хочется, чтобы у меня был крепкий штатив. Не какой-то там любительский, а крепкий, надежный, профессиональный. Но при этом, чтобы я мог его положить даже в сумку, которую можно взять, например, в салон самолета. И вот я заказал вторую версию этого штатива. Она такая же, но чуть-чуть отличается. Но про этот штатив я все знаю. То есть он, скажем, для меня уже настолько изучен со всеми своими плюсами и минусами, что я вам о нем сейчас вот прям все расскажу. Он сделан из алюминия. Это надежный и дешевый материал. Это версия от K&F Concept. Посмотрим, что у нас здесь. Ну, во-первых, у нас здесь есть, что мне, опять же, очень нравится. Хорошая, качественная сумка. Сумка у меня точно такая же, один в один и у той старой версии. Но вижу, что здесь немножечко другие, другая молния. Она сделана уже чуть побольше. У этой сумки также внутри, по-моему, должен быть наплечный комплект. Ну, можно носить и в руках. Вот он, наплечный комплект. Я, кстати, ему пользуюсь. И сумочка очень хорошая, удобная. Ну, а здесь они сделали свой логотипчик, чтобы вы точно знали, не забыли, кто производитель этого штатива. Идет в комплекте ключик. Если что, вы захотите, вот здесь вот можно раскрутить штатив. Этот штатив раскручивается. Вот так. Вы берете одним махом. Можно вот здесь три у нас крепления. Можно одним махом все три вот так вот раскрутить. И делаете так. Опа! И этот штатив невероятно высокий. Просто безумно высокий. Для такого размера это выдающиеся результаты. Ни один другой, вот вы не найдете подобный. Чтобы воспользоваться вашим штативом, вам нужно в обратную сторону выгнуть эти ноги. Вот благодаря этому он как раз и получается такой компактный. Вот так. Тут, кстати, надо подкрутить. И вот это мы сделаем вот так. Вот здесь эти крепления, которые фиксируют ноги. Эти крепления позволяют вам его опускать и делать не настолько высоким, например. А если вам нужно пониже, то можно сделать и вот так. И, кстати, у меня часто спрашивают, а как же быть, если мы хотим снимать что-то и хотим универсальный штатив, что-то на столе снимать сверху, например. Что мы в этом случае с вами, друзья, можем сделать? Мы можем все это дело взять и перевернуть. То есть наши ноги, они, например, могут идти и вот так. То есть если я сейчас все ноги выверну, то вот она ваша голова, которую можно поставить, чтобы она смотрела здесь. Вы скажете, ну она же должна смотреть как бы вбок. И здесь все продумано, вообще все сделано как надо. То есть вот эта вот штука у нас откручивается. Сейчас мы все открутим. Видите? И вот эта шаровая голова, она двигается вбок. И вы можете вот сюда накрутить вашу камеру. Что прикольного, очень прикольного в этом штативе. Вы знаете, что штатив хорош тогда, когда он стоит. А если вам нужно бегать и снимать что-то оперативно, то лучше воспользоваться моноподом. Я про моноподы рассказываю. Не все, конечно, покупают его, потому что это отдельный девайс. А здесь можно открутить отдельно ногу, открутить вот эту вот голову, накрутить ее сюда и у вас будет монопод. Это, конечно, мобильный монопод, потому что у полноценного монопода здесь будут еще такие лапы, которые позволят ему еще более стабильно как бы стоять, меньше двигаться вот на основании. Но и с таким моноподом вы можете в качестве 2 в 1, то есть у вас штатив с моноподом вместе, тоже воспользоваться. И он тоже будет достаточно высокий для того, чтобы вы могли снимать человека в полный рост. И потом, когда вам это будет не нужно, закрутить обратно эту ногу сюда. Но это еще не все возможности этого штатива, потому что у него очень интересная конструкция вот здесь. Она может мало того, что вот так выезжать, она может еще вбок выезжать. То есть у вас внутри вот этой вот трубки есть еще вторая трубка, о которой, может быть, даже не все владельцы знают, если не разобрались, как им пользоваться. Вот эту трубку мы выезжаем и можем ее наклонить вбок. И тогда, вот это мы сейчас так все сделаем. Ага, вот, смотрите. И тогда у нас получается, вот голова у нас во все оси крутится. Можно опять же вниз направить, вбок направить. Можно повернуть так, вверх направить. Можно делать панорамы, в том числе благодаря тому, что у вас появляется вот такой вот рычаг. Я не скажу, что это прям супер такие безумно плавные панорамы у меня получается сделать. То есть это, конечно, не электронный стабилизатор. Но если ручками приноровиться, если постараться сделать этот рычаг, например, побольше, да, чтобы он был там более плавный у вас. То есть, например, вот так вот сделать. То вот так двигать и делать панораму вообще без проблем. Можно так делать панораму. Ну, просто здесь удобно, что именно вы хватаетесь за вот эту ручку. Но и в самой голове тоже есть возможность панорамирования. Она смазана, это масляная голова. Посмотрите, она тоже достаточно плавно двигается. Просто многие могут сказать, что ты понимаешь, что это не видеоштатив, потому что здесь нет вот этой ручки. Вот я вам показал, как достать эту ручку для использования. При этом, конечно же, вот это надо закручивать хорошо. Если вы сюда нагрузите, а у меня иногда очень тяжелый фотоаппарат с большим объективом, с клеткой. Но монитор я уже не рискую, конечно. Тоже надеюсь сюда. Но все равно это довольно тяжелый получается девайс. И все равно этот штатив выдерживает. Но для того, чтобы правильно настроить горизонт, нужно его придерживать камеру и вот это откручивать. И здесь в свободной плоскости крутится вот эта верхняя площадка. Интересно, что в этой версии они уже нанесли K&F прямо на свою площадочку. И посмотрите, какая красота. Ну, сразу видно, что этот штатив как бы уже подороже. Они предусмотрели, что вы можете как монеткой закручивать, так и отвинтить вот такую специальную дугу. И закручивать камеру сюда при помощи нее. Это подойдет для всего. Кроме тяжелых видеокамер или тяжелых больших, прям больших фотоаппаратов с большими объективами. У меня Sony A7C с объективом 18-105 он выдерживает. То есть это такой уже серьезный большой объектив. Если мы будем говорить про какие-то фиксированные объективы 1.8, 55 мм или 35 мм, тут вообще без вопросов. А с большими зумами, в принципе, все равно нормально это получается. Здесь у нас куча осей. Иногда я даже сам начинаю в них запутываться. То есть у нас есть здесь, здесь ось есть, здесь есть ось, здесь есть ось. Вот здесь мы можем тоже ослабить кучу различных крутилок. Каким образом в разных вариациях вы можете воспользоваться этим штативом и показать все его возможности. Друзья, я считаю, что этот штатив хорош еще и тем, что не поленились. И опять же сделали вот здесь вот этот вот очень важный крюк, который поможет вам в случае, если вы стоите на улице и вам нужна супер стабильность штатива. А штатив этот, ну как вы видите, он не особо-то тяжелый. Да, здесь вот эти ноги, они не тяжелые. Здесь много просто элементов, поэтому он не совсем такой прям уж сильно легкий. Но, как вы знаете, что штатив, он чересчур легкий и не должен быть. Все-таки он должен держать камеру даже в каких-то таких условиях, когда мимо проходят люди, не дай бог, могут его толкнуть. Или, например, начинает дуть ветер и появляется какая-то парусность, потому что вы максимально его подняли на большую высоту. А он очень высоко поднимается, правда. И в этом случае вы берете свой, например, рюкзак, в котором вы таскаете свою технику и надеваете на крючок его сюда. И тогда он значительно стабильнее стоит. Этот крючок есть не у всех штативов. И я очень рад, когда он есть. И здесь он, конечно, присутствует. Пишите свои комментарии, что вы думаете об этом штативе. Сколько у вас штативов вообще? Напишите, потому что у меня их очень много. Я под каждую задачу использую именно свой. А цену на этот штатив вы найдете в описании. А это хороший штатив для фото и для видео, я считаю. Думаю, вы его оцените. И даже если в будущем вы, как и я, обзаведетесь другими штативами, у вас обязательно найдется задача, под которую вы воспользуетесь этим потом. У меня, например, это выездные съемки, когда я еду далеко, я еду на поезде или на самолете. И я при этом хочу крепкий, надежный штатив, то есть не какой-то бюджетный, а хороший штатив, который был бы очень маленьким, но при этом поднимался на огромную высоту. Да, нету вот этой видео ручки, но она здесь не нужна. Здесь можно справиться без нее и пожертвовать ей именно в угоду размеру этого штатива, насколько он компактно складывается. Увидимся, жду от вас лайки и комментарии.